Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ Новости в студии работает Олег Соловьёв. Сегодня в программе Заседание административной комиссии Я на будущее. Если вы будете где-то шуметь, как-то себя проявлять, то, соответственно, будем чаще видеться. Поисковый отряд «Обелиск» проводит ежегодный технический осмотр экспонатов музея. Работа проводится на месте обнаружения танков. Личных вещей пока мы не обнаружили. Административная комиссия Десногорска продолжает прививать к горожанам правила хорошего тона. Как обычно, это относится, например, к неправильной парковке. При этом отсутствие свободных парковочных мест во дворах или плохая их видимость из-за снега обычно не являются аргументом в пользу нарушителя. Статья 17.5. Не выполнение требований установленных правилами благоустройства на территории города для счета наложения административного штрафа. Награждан от 4 до 5 тысяч рублей. Предупреждения по этой статье нет. За неправильную парковку штрафы получили 4 автовладельца. К комиссии было решено назначить каждому минимальную сумму в 4 тысячи рублей. Больше повезло нарушителю тишины в ночное время. По такому проступку был всего один протокол. И на будущее. Если вы будете где-то шуметь, как-то себя проявлять, то, соответственно, будем чаще видеться. Не будет. Надеемся на это. Я предлагаю вынести предупреждение. В Десногорском историко-кровеческом музее хранятся артефакты времен Великой Отечественной войны. Но время неумолимо и уникальные экспонаты требуют тщательного ухода. Такой технический осмотр экспозиции ежегодно устраивает поисковый отряд «Обелиск». За неделю до Дня Защитника Отечества энтузиасты обрабатывают орудия растворами и убирают место экспозиции от накопившегося за год мусора. «Поддерживаем состояние экспонатов в действующем состоянии. То есть проводим и обработку экспонатов, и плюс еще добавляем экспозицию». Частью экспозиции музея скоро станут элементы тяжелого советского танка серии КВ. Боевая машина была в составе 109-й танковой дивизии, которая вела бои под Рословлем в августе 41-го. В тот момент в составе группы было всего 4 подобных танка. «Я не скажу, что место гибели пока говорить рано, потому что работы проводятся на месте обнаружения танка. Личных вещей пока мы не обнаружили. Есть только котелок». Возможно, найденный котелок дополнит собой экспозицию личных вещей солдат Красной Армии. На каждом из этих предметов быта инициалы их владельцев, которые они нанесли собственноручно более 75 лет назад. «Ложки подписаны. Здесь все есть. Вот, это все подписано. Вот даже кусочек ложечки тут». Также частью планов этого года – открытие экспозиции, посвященной авиации. Первые соответствующие экспонаты уже подготовлены и ждут своего места на территории Крайвейческого музея Десногорска. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова